здравствуйте дорогие любители вязания и рукоделия с вами оксана перуцкая канал нитка ниточка сегодня мы продолжаем разговор о замысловатом фасоне одной очень интересной вязаной футболочки для тех кто впервые попал на мой канал и не видел тот ролик о котором сегодня часто будет идти речь я в двух словах расскажу в чем дело есть у нас вот такой журнал который предлагает замечательную интереснейшую модель журнал под номером 2 за 2016 год и еще он называется май 2016 года вот речь пойдет о футболочке которую мы с вами видим на обложке этого журнала так как здесь фотография крупнее я не буду показывать ее внутри самого журнала но ее легко там можно отыскать итак в чем же дело и почему этот разговор такой не короткий получился по задумке авторов этой модели она вяжется лицевой гладью и в середине делаются вот такие убавки в данном случае декоративные многие из вас знают принцип вязания квадрата с убавками по диагонали если вы никогда не видели и не пробовали такой вариант вязания вы можете найти ссылочку на то видео где я провязываю аналогичные квадраты правда загвоздка заключалась в этой модели в том что она связана лицевой гладью но как известно многим рукодельницам обычно этот узор вяжется на платочной вязки и вот следуя рекомендации этого журнала я связала перед и в конце когда я его завершала у меня получилась вот такая тут выемка такая загогулина я конечно очень присмотрелась к самой работе и увидела что у них тут в общем в принципе тоже что-то аналогичное к тому же описание модели говорит о том что нужно дойти до того момента пока не останется на спицах с двух сторон по 11 петель от убавки и не закрыть вот это все специальным швом который тоже упоминается и я в общем-то с энтузиазмом за этот шов почти что было взялась но когда я обратилась к моим зрительницам с просьбой прокомментировать ситуацию потому что вдруг кто-то уже вязал эту модель оказалось что в комментариях девушки написали спасибо им за это огромное вообще благодарности мои примите за ваши отзывы и отклики оказалось что подобную вещь кто-то уже вязал но по моему виде платье и то же самое происходило вот в области плеча то есть в самой верхней части вязания я подумала что моя задача заключается не в том чтобы разгадывать ребусы а в том чтобы успеть закончить эту вещь да еще и представьте себе поносить пока у нас еще только начинается лето и я решила ну а что свет клином сошелся на лицевой глади если я уверена в том как ведет себя платочная вязка почему я должна зацикливаться на этой лицевой глади да кстати в комментариях девушки еще советовали подумать может быть виноваты накиды которые я здесь выполняла кстати смотрите только что я обнаружила ошибочку потому что с обеих сторон от цветных полос у меня было по две полосы накидов и 2 вместе а вот в этом месте я ошиблась не думаю что это и было той самой ключевой загадочной ошибкой поэтому я отложив в сторону одну деталь которая оказалась не совсем успешной принялась за выполнение нашего стандартного квадрата платочной вязкой и вуаля посмотрите на самом деле все сложилось великолепно как мы с вами обсуждали в комментариях первой части этого видео пошла конкретная диагональ никаких перекосов все вставочки цветные идут под прямым углом друг дружки здесь как вы видите резинка немножко стянула что в принципе и логично и ожидаемо от резинки но на самом деле если ее вот так вытянуть то вы увидите насколько хорош этот самый долгожданный прямой угол поэтому я закончила эту деталь она получилась того размера который мне нужен и по длине и по ширине и как вы видите я уже провязала сверху резинку ровно в половину той начальной ну чтобы соблюсти какие-то пропорции то есть если внизу у меня 16 рядов то наверху я сделала 10 и мы с вами знаем что натуральные летние нитки и пряжи тянутся довольно весело поэтому закрывая вот здесь петли я не только закрывала их лицевой и изнаночной как смотрится петли но еще и в каждом десятом ряду я делала 2 вместе и только потом закрывала у меня внизу набрано 104 петли а сверху получилось 101 петля и в принципе когда я подсчитывала получалось 104 петли но я решила и здесь вот немножечко сделать поменьше мне не очень хочется чтобы она спадала с моих плеч и как-то очень сильно растянулась если приглядеться к самой модели то здесь по задумке авторов есть еще манжеты я пока не решила скорее всего буду их вязать потому что они явно не помешают я напомню всем желающим что лавандовая пряжа это ализе бамбук стопроцентный тонкий бамбук вот это разноцветная пряжа это тоже ализе но только батик дизайн и тоже тонкий бамбук поэтому в своей работе я и те и другие нитки сложила вдвое мне очень нравится несмотря на такую достаточную толщину как получается полотно и я хочу вам сказать что у меня уже есть один полосатый из натурального льна свитерок авторский ссылочку на который вы тоже сможете найти внизу он тоже связан платочной вязкой и мне казалось что это будет для летних ниток чересчур и я надеялась носить тот свитерок полосатый в прохладные летние вечера но не так давно я надела его днем при поездке в центр города на работу и оказалось что мне в нем не жарко хотя температура где-то там подбиралась 20 и даже чуть выше поэтому я думаю что благодаря тому что это нитки натуральные все-таки и бамбук и хлопок не будут очень сильно жарить и парить даже несмотря на платочную вязку которую я считаю в теплых изделиях бонусной потому что как мне кажется она дополнительно согревает теперь давайте посмотрим что я придумала для того чтобы вот эти полоски платочной вязки не как-то скучно переходили друг в друга а немножко оригинальненько и вот что я сделала в прошлой моей версии напомню частью узора являются накиды 2 вместе накид 2 вместе представьте себе здесь он тоже присутствует это невероятно сложно в это поверить но это так однако чтобы вот здесь получился такой красивый краешек в тех местах где цвета контрастные встречаются это гораздо более заметно вот здесь этот чуть сглажена но она тоже здесь присутствует посмотрите что я придумала обычно накид 2 вместе мы делаем на лицевой стороне узора здесь на лицевой стороне при таком подходе ничего не получается поэтому накид 2 вместе я провязывала на изнанке а когда поворачивала вязание и оказывалась на лице то накид 2 вместе я провязывала скрещенными петельками и в результате у меня получилась вот такая красивая отделочная дорожка те самые накиды как раз перекрестившись и образовали вот эту красивую полосу такое ощущение что это что-то вроде вышивки да и мне это даже напомнило мережку а если бы я делала накид 2 вместе на лицевой стороне то я ничего бы не получила смотрите кроме вот таких каких-то намеков на маленькие отверстия никакого эффекта поэтому когда я увидела что такое происходит я срочно перенесла выполнение накид 2 вместе на изнаночную сторону я надеюсь вам понравилось это объяснение если вы только что заметили мой канал на ютюбе обязательно подписывайтесь изучите вкладку плейлисты и вкладку сообщества вы можете там разобраться по плейлистам какие ролики на моем канале можно найти это и аудио книги для вашего удовольствия чтобы вам было приятнее творить и заниматься рукоделием это и вышивки моей дочери которые я в подробностях описываю и показываю с лица и с изнанки это шитье потому что я очень люблю шить и конечно вязание если вам понравилось видео обязательно поставьте лайк это поможет вам сохранить мой ролик своем личном кабинете на ютюбе и тогда вы сможете легко его найти в любой момент с вами была оксана перуцкая я желаю вам отличного дня веселого настроения и много много креативного творчества до скорой встречи пока пока пока